Добрый день! В эфире Кинопанорама с Юрием Пизановым. И в гостях у нас Вадим Горяинов, продюсер фильма, географ, глобус, профил. Мы же не можем брать на работу человека без педагогического образования, да и вообще без какого-либо знания предмета. Рост Борисович, я с удовольствием ознакомлюсь с этим. О, привет! Это я, твой пупчик. Когда вышел фильм в прокат? Фильм в прокат вышел два года назад, после того, как сначала мы его первый показ сделали на Кинотавре, на фестивале Кинотавра, где он взял, помимо главного приза, еще взял приз за лучшую мужскую роль, приз за лучшую женскую роль, приз за музыку, приз как потенциальный прокатный фильм, во что никто не верил, что этот фильм соберет в прокате много денег. Ну, как-то оказалось так, что куда-то он попал в душу русскому народу, этот фильм. Очень много людей пошли в кинотеатр посмотреть это кино. В главной роли человек, который любит выпить, как бы пропойца. Вопрос такой, это фильм о том, как все плохо в России? Я бы вообще не назвал главного героя пропойцей. Я бы сказал, что да, он иногда выпивает, но, обратите внимание, он ни разу не уходит в запой в фильме. Поэтому он не пропойца. Да, он иногда выпивает алкоголь, но этот алкоголь не приводит к каким-то катастрофическим последствиям. Он не лезет в драку, он никому не пристает, он не создает проблем ни для кого. Да, жизнь у героя тяжелая, когда у нас жизнь была легкой. Но в целом, я считаю, что фильм светлый, потому что вокруг него огромное количество любви. Любви настоящей. Ну, посмотрите, его любит дочь, да, от него на какой-то момент ушла жена. Но она все-таки любит его, она к нему вернулась. Она ушла, потому что из-за какой-то бытовой неустроенности, из-за того, что иногда выпивает, раздражается. Но она все-таки его любит, потому что она к нему вернулась. И он любит жену, и он любит дочь, его любит эта школьница, и он ее тоже любит. И вот это вот в фильме очень много любви. И поэтому это фильм, да, фильм о достаточно непростой жизни, о том, что человек интеллектуального труда, возьмем в провинции врач, преподаватель, неважно, там в УЗИ или где-то. Если этот человек там нигде ничего не ворует, а просто преподает, то да, он не зарабатывает столько денег, чтобы там купить хорошую машину, улучшить свои жилищные условия, там не хватает. К сожалению, у нас сейчас так сложилось, что, ну, так всегда было вообще, военные всегда получали больше, чем учителя. И это неправильно, на самом деле, неправильная ситуация. Вот я изучал ситуацию, например, в Германии, больше всего, самое больше всего зарабатывают на первом месте врачи. Первое место по доходам среди населения. Бизнесмены где-то там на третьем или на четвертом месте. А там на первом врачи, там, может быть, военные на втором, там, учителя на третьем. Но все равно люди получают достойную зарплату. Я считаю, что все-таки, если уж военным, там, несколько лет назад повысили зарплату так, что они стали получать, ну, вполне себе достойные деньги, то очень странно, что то же самое не происходит с врачами, с учителями. Собственно говоря, они являются основой нашего государства. Оно же не на штыках держится. Понятно, что армия нам нужна сильная, могучая и все такое прочее. Но учителя, врачи, вот они так живут, вот как мы показали в фильме. Очень так, как мы показали по-честному, ничего, никого не обманывая. Вот такая жизнь. Мы попали в архетип русского провинциального интеллигента. Ну, собственно говоря, сначала в него попал Алексей Иванов в своей книжке «Географ Глобус пропил», а потом попали мы. Для кого это фильм сделан? Фильм про школу, про, как бы, детей старшего школьного возраста. Но для них фильм... Я бы сказал, фильм для семьи. Не для семейного просмотра, не для детей. Но фильм именно для семьи. Это фильм не для школьников. Школьники там, они... Ну, просто вот он преподаватель в школе, да. Как бывает часто, школьницы или школьники влюбляются в своих учителей. Это бывает. Но фильм про человека, в котором много любви, в котором много света, и который вокруг себя, несмотря на все превратности, он не спивается, он не становится плохишом. Он все равно... Вокруг него столько света, что и жизнь вокруг него наполняется светом. Вот про что фильм, наверное. Про блаженного. Вадим, ну, я вот в этом персонаже, которого удивительно и здорово сыграл Константин Хабинский, узнал несколько своих друзей, которые тоже любят выпить. Но когда они трезвые, когда они трезвые, они делают столько хороших дел, столько, как бы, такой получает себе запас положительных очков, что они потом могут быть немножко, как бы, плохими. Я считаю, что алкоголь — это, вот, однозначно зло. Вот. И я ни в коем случае не хотел этим фильмом как-то пропагандировать и сказать, что, ну, можно немножко выпить, потому что жизнь тяжелая. Я считаю, что... И жизнь тяжелая, в частности, потому что можно немножко выпить. Я считаю, что человек без алкоголя гораздо точнее и правильнее может общаться с миром, со Вселенной. И гораздо больше может сделать. Там, я считаю, наверное, алкоголь как зло, как наркотик, наверное, стоит на первом месте в любом опыте. Ну, там, может быть, не в мусульманских странах, где там запрещено, например. Но в европейских странах и в России алкоголь — это зло номер один, с которым необходимо, ну, бороться не с запретительными мерами, как это было в 80-е годы. Но, по крайней мере, объяснять людям о том, что их жизнь улучшится кардинальным образом, если они бросят пить, это нужно делать обязательно. Вадим, ну, и фильм, несмотря на то, что в фильме много нашей реальности, снимался в очень красивых местах. Красивые вот эти пороги, красивый лес, красивые вот... Как утесы, и даже скалы, да, утесы. Вот где, где, где это? Это Пермский край. Вообще, писатель Алексей Иванов, который написал эту книгу, он живет в Перми. Он написал, помимо исторических романов и помимо каких-то нового реализма, назовем его так, он написал много этнографических вещей о Пермском крае. У него есть там целая книжка, посвященная реке Чусовая, у него есть документальный фильм, посвященный Пермскому краю, он его любит. Это, есть у него книжка «Сердце Пармы». Парма — это вот все, что вот Пермский край, раньше так это все называлось. Вообще, он очень... Во-первых, край замечательный, во-вторых, Алексей Иванов замечательный писатель, который любит этот край, и своими книгами рассказывает людям о том, что красиво... Фильмами, книгами, документальными фильмами и вот сейчас художественным фильмам-географам мы показываем на какое-то замечательно красивое место. Кама и все остальные... Урал, все эти реки замечательные. Ведь вообще русская цивилизация — это единственная в мире цивилизация, которая расширялась вдоль рек. То есть, там, вы можете взять любую цивилизацию и посмотреть, как она там... Например, взять США. Они приехали на Нью-Йорк, западную часть, и потом на телегах, повозках ехали через эти степи, что там есть на восточный край. Да, там Лос-Анджелес, Калифорния, все такое проще. Но не вдоль рек. Потому что реки идут там наоборот, в другую сторону. А Россия развивалась именно по рекам. Первое... Сначала Россия по... Из варяг-греки путь. Потом Россия пошла на Урал тоже по рекам. Там за Урал тоже от реки к реке, и так вышли к Тихому океану. Поэтому у нас в фильме столько... Так много реки. И Кама, и река, по которой они сплавлялись с ребятами. Я уже сейчас не помню ее название. Что бы вы хотели, чтобы человек, который посмотрел этот фильм, вынес из него? Я думаю, что человек, посмотревший этот фильм, должен понять, что надо верить в себя, надо любить жизнь, надо ценить и любить тех, кто вокруг себя, надо ценить семью. Потому что семья, ну, одна из самых главных ценностей, которые у нас в жизни есть, надо ее беречь. Ну, наверное, вот такие вот вещи, чтобы человек вынес, и было бы замечательно. Вот я, посмотрев фильм, наверное, для себя понял, что надо уважать профессию учителя, что учитель – это тоже человек. Я считаю, что учитель – это не тоже человек. Я считаю, что учитель – это, скорее, сверхчеловек. Ну, потому что не зря мы же до конца своей жизни, мы продолжаем общаться с нашими учителями, обращаемся к ним на вы по имени-отчеству. Потому что они, несмотря на то, что нам уже, там, Павел, мне 50 лет, все равно он меня называет Вадима на «ты». Там, да, есть у меня учитель, с которым я до сих пор часто общаюсь, а я к нему все равно Григорий Матвеевич, там, все такое прочее. Потому что это люди, которые, ну, семья очень много дает, конечно, от Бога очень много, от рождения у человека есть. Но дальше третий человек, который очень, ну, формирует личность человека – это, конечно, учитель. На мой взгляд, подняты серьезные темы, как такие общегосударственные, то есть это и заплата учителей, и развитие производства. Потому что показан край, когда вот учитель идет на судостроительную верфь, какой-то завод такой, а он в запустении находится. И как бы намекает правителям, что подъем экономики, вообще говоря, ну, необходим. Интересный вопрос, спрашивают учителя, географ-классу, какая у нас отрасль в нашем краю доминирующая, преобладающая. И мальчик поднимает руку и говорит «проституция». К сожалению, есть такое сегодня явление, и с ним нужно бороться. А как его можно победить? Вот, мне кажется, фильм дает ответ. Поднимать, в первую очередь, и нравственность, а вторую – поднимать производство, которое у нас отчасти где-то загублено. Что касается производства, поднятие экономики – это, ну, обязательная вещь для любого государства. Ну, никто в государстве не ставит речь о том, что давайте сейчас экономику загубим. Но проблема заключается в том, насколько в стране, в аппарате управления развита коррупция. Вот, если говорить о том, что более нравственно, я считаю, например, что коррупция – более безнравственная вещь, чем проституция. Не будет коррупции, не будет и проституции. Да, вот, вроде бы глупо, но, поверьте, это факт. Я считаю, что базовая проблема нашей страны… Помните, как Салтыкова-Щедрине меня через сто лет разбудит и спросит, что происходит в России? Я скажу, пьют и воруют. И до сих пор мы смеемся над этой фразой. Но вот оно так и есть вот в этом фильме. Его же дружок, которого блестяще сыграл Александр Робок, он ворует, к нему уходит его жена, он коррупционер. Она же спрашивает, ты кем работаешь? Он говорит, я коррупционером работаю. Она уходит к нему, потому что у него машина, дача, квартира хорошая, потому что у него деньги есть. Потому что он коррупционер. А этот главный герой блаженный, не ворует он никаких денег. Потом жена все-таки вернулась. Поэтому, если мы говорим о базовой проблеме нашей страны, это коррупция. Ну, причем, часто слышишь со стороны больших начальников, что коррупция, самая большая проблема коррупции, это в ГАИ, среди учителей, среди врачей. Как вообще у них язык поворачивается это говорить? Самая большая коррупция, это среди чиновников. Вот где надо бороться с коррупцией. Вот этот вопрос тоже решается и нравственностью, и уголовными делами. Вадим, спасибо за ваш фильм, в котором сочетается и «Глубина проблем». Он просто очень красивый фильм. Есть красивые находки оператора, режиссера, красивые находки. Оператор Володя Башта очень талантливый. Режиссер гениальный. Александр Велединский, не могу не упомянуть его имени. И получилось, как бы, фильм о нашей реальности. Получился, знаете, очень красивый, душевный, жизнеутверждающий. И при этом честный. И честный. И основан на каких-то таких христианских западах, как «Не укради, не пролюбодействуй». Да, отпусти нам долги, так как мы отпускаем должникам нашим. Здесь Слушкин всех прощает. Ну и где-то его прощает. И его бог прощает. Спасибо вам огромное за этот фильм. Спасибо большое вам, что пригласили на такой интересный разговор. И еще раз «Кинопаларма» с Юрием Рязановым. И в гостях у нас Вадим Горяинов, продюсер серьезнейшего фильма «Географ. Глобус профил». Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.